Здравствуйте, друзья! Сегодня разбираем аккомпанемент, очень простой вариант песни группы Берелый Орел, «Как у поительной в России вечера». Как у поительной в России вечера, Любовь, шампанское, закаты и переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки, Как у поительной в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь, шампанское, закаты и переулки, Как у поительной в России вечера. Начнем с движения правой руки. Для простоты возьмем самый привычный способ. Это гитарная баллада. Можно на примере аккорда Ре минор, или обозначается который ДМ. Вы его, наверное, все знаете. То есть, первая струна, первый лад, вторая струна, третий лад, третья струна, второй лад и бас, четвертый открытый Ре. И играется так, начиная с баса, сначала четвертая, третья, вторая, первая и обратно вторая, третья. Вот, в итоге получается. Вот, если в нужном темпе, вот так это звучит. Итак, тональность у нас Ре минор, то есть ДМ, это основной аккорд. Вот, как его ставим? Первый лад. Первая струна, первый лад прижата. Вторая струна, ну, тут мизинцем обычно прижимается. Третий лад, третья струна. Второй лад и бас. Открытый четвертый бас. Это ДМ. Вот, если ДМ с басом А, как еще записывается ДМ, дробь А. Тогда играем вместо четвертого баса пятый бас. То есть, если последовательно, как во вступлении. Следующий аккорд разбираем G, G, M, ну, или G, M. Иногда называют G, M. То есть, это соль минор. Соль минорный аккорд. Он играется с помощью большого барре на третьем ладу. То есть, ставим на все шесть струн. Надо немного будет потренироваться. Вот. Играется шестой бас и три первой струны. Вот. Затем у нас еще есть аккорд G, M, дробь F. G, M, дробь F. Он играется в той же позиции. Только бас берется на четвертой струне. И тоже пережата все одним пальцем указательным. Еще у нас встречается аккорд G, M с басом E. G, M, дробь E. Исполняется он... Его можно использовать... Вернее, не использовать. Его можно исполнять двумя вариантами. То есть, с басом на четвертой струне. Тогда мы ставим малое барре на три струны на третьем ладу мизинцем. А звук ми берем на втором ладу четвертой струны. Вот. Вот таким образом он исполняется. Либо на шестой струне можно брать. Тогда барре можно брать и указательным пальцем. Тоже на третьем ладу так же. Вот. Исполняться он будет с шестым басом открытым. Это тоже бас E или ми. Ну вот и все из области G, M. Аккорд C, 7. Первая струна открытая. Второй лад. Вторая струна прижата на первом ладу. Третья струна мизинцем прижимаем на третьем ладу. Четвертая струна прижимается на втором ладу. Как видите, с средним пальцем. И безвяный палец на третьем ладу пятой струны. Вот. В последовательности у нас будет сначала C7 с басом E. То есть C7 дробь E. Ну и соответственно мы играем, ставим аккорд и играем бас не на пятом, а на четвертом ладу сначала. Вот. Это аккорд C7. Он нам в таких видах нужен будет. Следующий аккорд разбираем. F, май, 7. Ну, F, май, 7 это слегка обогащенный аккорд F. Просто фа мажорный. Он исполняется легче, чем F. За счет того, что тут открытая струна и никакого барре не нужно делать. То есть первая струна открытая. Вторая струна на первом ладу прижата. Третья струна на втором ладу. А четвертая струна, собственно, звук F, от названия которого происходит название аккорда, на третьем ладу. Вот видите как. Вот так будет звучать. Так, еще нам понадобится аккорд А7. Ну, это один из самых известных аккордов. То есть первая струна открыта. Вторая струна прижимается на втором ладу. Третья струна открыта. И пятый бас А. Или бас Ля. Еще нам понадобится аккорд D7. Или Ре-септаккорд. Четвертый бас. Ре. Открытая струна. Остальные струны, начиная с первой. Первая струна это второй лад. Вторая струна первый лад. Третья струна. Второй лад. Звучит он так, как бы подготовительно. Аккорд Е7. Так называемая двойная доминанта. Первая струна открыта. Вторая струна пережимается на третьем ладу. Третья струна на первом ладу. И открытый бас Е. Ну или нота Ми. И еще тот же бас можно использовать на четвертой струне. Это на втором ладу прижимается. Итак, вступление. Ставим аккорд Д, М, Ре-минор. И играем его с четвертым басом. Ну, то есть родной бас Д, Ре. Так называемый. Потом с пятым. Потом опять с четвертым. Один бас. Пятый вешаем. Ля. И потом начинается песня. Как упоительный. На слог И. Вступает бас. Аккорда Д, М. Упоительный в России. Потом идет аккорд Ж, М. Вечера. В паузе звучит, потом после Ра звучит уже бас на четвертой струне, прижатый указательным же пальцем. То есть только указательный палец держит Б, Ре. Вечера. Вот этот бас. Потом аккорд С, 7. С четвертым басом играем. Балы, красавицы. Уже пятый бас. Закаты. Это уже закаты. На слог К. Закаты. Это Ф, Май, 7. То есть большой мажорный септ. Чтобы у нас никаких тут бары не было. Закаты. Переулки. На слог У. Играем А7. Аккорд. Переулки. Ах, лето. Ах, лето. То есть перед Ах играем четвертый бас. Основной бас аккорда Д, М. Ах, лето, красное. Закаты. На слог К играем шестой бас аккорда Ж, М. Ну или Дж, М, как угодно. Закаты и пра... Закаты. Видите, тут на третьем ладу. Закаты и прогулки. На гул ставим аккорд Ж, М с басом М. С басом Е. С басом Е на четвертой струне. То есть баре. На третьем ладу. Прогулки, как упоительный. Наительный. Д, М с басом А. Упоительный. Упоительный. В России. На Си. Меняем аккорд на А7. В России вечера. Балы красавицы. На красавицы. Аккорд Д7. Красавицы. Лакеи. Юнкера. На Ра. Юнкера. Ставим аккорд Ж, М. Юнкера. Бас на четвертой струне. Сначала на шестой струне. Потом на четвертой струне. И вальсы Шуберта. На Шу. Е7. Шуберта. И хруст. На хруст тот же аккорд, но с тем же басом. Ми, но уже на четвертой струне. И хруст французской булки. На бул. Играем уже, ставим аккорд А7. Исполняем. Буки. Любовь. Шампанское. Это уже шампанское. Д, М. Закаты. Это, Ж, М. Закаты. Переумки. Это, Ж, М. С басом Е. Переумки. Как упоительный. Это уже наительный. Это, Д, М. С басом А. Упоительный. В России. А7. Вечера. Второй куплет так же. Итак, дорогие друзья, мы разобрали достаточно сложный аккомпанемент. Самое сложное место, это, конечно, в нем аккорд соль минорный или G, M с баре на третьем ладу. Вот, уделите ему достаточно времени, потому что сразу он может не зазвучать. Просто из-за того, что мышцы не тренированы в левой руке. Вот. Так что, желаю вам успехов и до новых встреч.